Это было где-то полгода назад. Я приехал читать лекции в Минск. И первый раз за 30 лет практики моей лекционной практики человек решил уйти из жизни прямо на лекции. Ну то есть обычно бывают приступы эпилепсии у меня на лекции. Я как бы так и отношусь к этому, но здесь все было иначе. Я увидел, как женщине стало плохо. И она так начала задыхаться, рот такой открыл, заваливаться начала. Я думаю, наверное, приступ эпилепсии. Я подбежал к ней, и подбежал еще один врач к ней. И я пытался на точки нажимать, смотрю там какие-то очаги возбуждения, пытался их нейтрализовать, а он нажал на пульс, на шею. И он говорит, она сейчас уйдет из жизни. Мне говорят, я говорю, что делать? Он говорит, надо класть, делать искусственное дыхание. Опытный очень человек. Мы положили ее. Он начал ей нажимать на сердце, подбежала еще одна женщина, тоже опытная, и начала ей рот в рот, дыхание делать. А я понял, что я тоже кое-что должен делать. Я сел на свое место, и всех людей в зале заставил повторять, включил духовную музыку, и заставил повторять молитву всех людей в зале. И сам начал молиться в это время. Я когда начал молиться, я увидел на тонком плане, я успокоил свое сердце, начал видеть ситуацию. Я увидел, что на тонком плане зал зашла, очень высокая, красивая, такая белого цвета полностью, вся белая такая, сияющая женщина. Я когда эту женщину вижу, знаю, что уже надо сушить веслу, потому что это и есть она самая. Вот. И она подошла прямо к ней в изголовье, и в этот момент у меня так... Я пытаюсь молитвой помочь ей, этой женщине, а чувствую, что у нее остановилось сердце и дыхание. И мне дали знак, как бы, вот эти вот люди в это время, что, как бы, у нее остановилось дыхание. И в этот момент я, как бы, сосредоточился на молитве и на всех людях, которые молятся. И те... Я им сказал, продолжайте, как бы, показал им, продолжайте. И те начали продолжать искусственное дыхание, как бы, массаж. А мы очень сильно молились в это время. И это продолжалось где-то секунд сорок. Вот эта безысходность. То есть у меня такая зажатость внутри, чувство, что ничего не получится, все, конец, ничего не сделаешь. Но мы продолжаем молиться, потому что я уже не раз это испытывал, чувство, что оно, как мне кажется, что оно обманчивое. Ну, то есть мы продолжаем молитву, не обращаем внимания на то, что, как бы, все, ничего не сделаешь, я просто молюсь. И удивительно, что я увидел. Это Господь, ведь, на меня обучал в это время. Не то, что, как бы, я молитвой начал смерть отодвигать. Нет, моя молитва вообще на нее не влияла. Она просто постояла, постояла и очень смиренно, по-доброму развернулась и пошла. И начала уходить просто. И в этот момент она задышала, эта женщина. И чуть похоже приехала, скоро помощь искусственное дыхание поставили, увезли ее. И потом, через два дня, не приходя в сознание, она ушла из жизни. Мои хорошие, пытайтесь понять. Если бы смерть захотела, она бы забрала ее сразу. Теперь еще кое-что попытайтесь понять. Если хотите, я вам расширенно расскажу эту историю. Потому что я познакомился с ее сыном. Они вместе слушают лекцию. В этот день Бог не пустил сына на лекцию. У нее были большие дела. А мать узнала о лекции в последний момент. Ей сильно захотелось. Она побежала на лекцию. И она не попала, потому что весь зал был забит людьми. Она стояла там, уговаривала, пустите меня, пожалуйста, на лекцию. Мне это очень и очень надо. И они просто нашли свободное место в зале. И посадили ее туда, где человек просто не пришел. И она начала все конспектировать, писать. Я помню, как она смотрела на меня. И в этот момент кончилась ее жизнь. Веда говорится, что это очень благоприятный уход, когда человек уходит под молитву. То есть люди перед тем, как уйти, человек за его вымаливают, молятся. Много 400 человек читало молитву за нее в это время. И сын потом мне сказал, Олег Геннадьевич, я чувствую очень большую благодарность, потому что все, что я понял, в моем сердце происходит, соответствует вашим словам. Я действительно чувствую, что это было очень благоприятно для нее, что она уходила из жизни в таком окружении. Вот это и есть подарок Бога по отношению к ней. А подарок Бога был то, что Бог показал, что даже если он хочет все равно забрать этого человека себе, он это может оттянуть ради нас, чтобы показать силу молитвы. Понимаете? Понимаете?